Ситуация, знакомая каждому юному пассажиру. Представим, мне снова 10, я возвращаюсь со школы домой. Место поудобнее уже заняла, осталось лишь дождаться кондуктора. И здесь у меня два варианта пути. Либо я предъявляю справку со школы, удостоверяющую то, что я, соответственно, школьница, либо попадаю в список нарушителей. Именно по второму сценарию на днях развились события для одной пятиклашки. Взволнованная мама, не теряя времени, опубликовала сообщения в социальной сети, дабы хоть как-то достучаться до ответственных лиц. Один из аргументов – разве не видно, что ребенок с портфелем – это ученик. Раз ученик имеет право на бесплатный проезд. Вот только с одной оговоркой – при себе необходимо иметь справку из школы, которая подтверждает эти слова. Случай, который описан выше, не единственный. А всего-то нужно потратить пару минут и получить справку, обратившись к приемной учебного заведения. Первую неделю, школьную учебную неделю, наши водители и кондукторы не сильно требовали с учащейся данную справку. Но уже, извините, сегодня, 22 сентября, справка в обязательном порядке должна быть на руках. Мы проводили проверку, когда мама ехала со своим ребенком, у ребенка не оказалось справки из учебного заведения. Она отказалась платить за ребенка, значит, написала в соцсетях. Мы провели проверку. Факт грубости, невежество со стороны кондуктора полностью кондуктор отрицает. Значит, я бы попросил все-таки строить деловые, нормальные, культурные отношения в нашем общественном транспорте. Если справка уже на руках, важно не забывать ее дома, а всегда носить с собой. К примеру, как водительское удостоверение. Ведь если автолюбителя остановит инспектор ГАИ, аргумент «разве не видно, что у меня есть права» вряд ли сработает. Тем более, что в электротранспорте ездят и старшеклассники, глядя на которых порой трудно определить возраст. Если же справки нет, то проезд придется оплатить. Напомним, согласно распоряжению главы города, справка из школы освобождает детей от платы за проезд на трамваях и троллейбусах с сентября по май.